У нас сегодня тема канонисель, каноничность. Вообще это огромная тема, огромнейшая тема. Каноничность вверху нового зерна. Допустим, в семинаре это изучается как отдельный курс, канон вверху нового зерна. Это не все так просто и легко, и все так easy, потому что есть некоторые сложные моменты в вопросе канона вверху нового зерна. Я взял с собой только канон нового зерна, это учебник, это курс, целый курс канона вверху нового зерна. Более, более самый где-то курс канона вверху завета. Когда мы открываем нашу русскую библию, славянское издание, мы, вот, земодательное издание, библия, книги Священного Писания вверху нового зерна. И вот здесь библия, книги Священного Писания вверху нового зерна, каноническая. Это слово каноническая, она встречается во всех наших практически всем дальнейших странах. Есть православная, как говорят, в кавычках, полная библия, которая намного больше книг. Есть католическое издание, которое тоже больше книг. И в английском языке, например, NAB, King James, New King James, вы не встретите это каноничное, книги каноничные. Почему-то это слово опускается. Итак, слово канон. Слово канон означает измерительное лейко. Или простник, оно пришло с еврейского текста. Вообще-то греческое слово, canon. Кенон – это греческое слово. Он уберет корень из еврейского слова, canon. Кенон – это правила веры, стандарты, по которым должны измеряться вещи и оценивать вещи. В православной церкви очень много канонов, правил. Канон, допустим, отпевания, канон погребения, похорон, канон крещения владельцев, канон миропомазания, канон литургии, каноны рукоположения. Каноны – это правила, это стандарты, каноны. Их очень много, особенно в православной церкви. Рано, есть каноны католической церкви. Как в church, их эллад. Эллад. Каноны – это правила. Правила, канон – это правила. Стандарт, по которому измеряется и оценивать вещи. То есть, вот это канонично. Вот это правильно. Вот это стандартно. Вот это признано. А вот это неканонично. Это неправильно. Это непризнано. Это спорно. Это депейриво. И это касается, очень много касается православной церкви, канонов. В нашей протестантской церкви, евангельской церкви, канон, определение – это список книг, которые церковь признает священными, богодухновенными. Кстати, это сказал Александр Борнеев, православный священный. Канон – это сумма книг, которые церковь признает священными или богодухновенными. В каноне у нас есть такое, еще есть определение канона – это книги, которые мы считаем авторитетными или безошибочными по поводу передачи Божьей в откровение. Канонические книги – авторитетные, богодухновенные, безошибочные. Неканонические книги – к ним уже это определение не относится. И мы об этом поговорим. Кенон – это книги, это не Кенон. В Новом Завете употребляется слово «кенон» в греческом языке. Те, которые поступают по этому правилу, в правиле стоит слово «кенон», те, которые «follow this rule», которые поступают по этому правилу «мир и милость Израилю Божьему». То есть слово «канон» в греческом тексте Нового Завета, оно встречается в слове «правила», в слове «вот именно здесь», которые поступают по этому правилу. Мы уже говорили, что Бог дает тверьже всего откровение. И Библия – это книга Божьего откровения. Бог открывает себя. Номер один. Номер два. Он дает «inspiration». «Саунд» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Допустим, если мы возьмем Эфиопскую церковь, Традоксальную церковь, в ней еще есть экстра Новом Завете книги, и в Ветхом Завете еще есть экстра книги. Если мы возьмем Сирийскую церковь Востока, Нестерианскую церковь, то там тоже есть вставленные книги, апокрифы, которые считаются будут наверными. Если мы посмотрим Копскую церковь, то там тоже немножко другое количество книг. Поэтому именно вопрос вот здесь, канонизации, остается очень серьезным. И он основывается на inspiration. Те книги, которые признаются Богодовновенными, считаются каноничными. Но вот вопрос признания Богодовновенности, вот вопрос DimaTorzok DimaTorzok Спортный вопрос. Некоторые христианские круги, или, допустим, еврейские круги, признают одни книги Богодовновенными, другие не Богодовновенными. Большой спор ввелся, допустим, некоторые книги Ветхого Завета, и некоторые книги Нового Завета. Мы немножко коснемся этого. Хорошо, мы рассмотрим там Ветхого Нового Завета. У евреев Тенах, Тенах, или Ветхий Завет. Знаете, что Ветхий Завет для них это очень оскорбительно. Даже для мессианских евреев Ветхий Завет очень оскорбительный. Я когда-то слушал одного, Михаил Цинк. Он мессианский еврей, неплохой лектор. И он как-то сказал такую фразу, что из этой Библии я бы повырвал бы несколько страниц. Он сказал бы, я вырвал бы вот эту страницу Ветхий Новый Завет, вот эту бы вырвал Ветхий Завет, что еще он бы собрался вырвать? А, вот эту страницу тоже вырвал бы Ветхий Завет, Ну и, наверное, и это тоже он собрался вырвать. Вот это тоже. Почему? Потому что евреи считают, что Ветхий Завет не есть Ветхий. Они еще в этом Завете. Это для вас он Ветхий, а для нас он остается в силе. От Завета Близания, Завет Закона, Завет всех местных правил. Но это такое, знаете, больше, мне кажется, связано с национальным таком чувством национальности, национализма, чем с Законом. Потому что, если есть Ветхий Завет, мы держимся всего Ветхого Завета, то мы должны приносить все жертвы, исполнять все постановления, все уставы, которые, конечно же, никто не может исполнить. Тем более сейчас. Итак, у евреев Ветхий Завет делится Тора, Неуим и Эхитуим. Эхитуим и Эхитуим. Это Закон Пророки Писания. Закон Пророки Писания. Вот у евреев делится так. Закон Пророки Писания. Закон Пророки Писания. Вообще-то, канон и признание богатыхновенными книгами Ветхого Завета берет начало именно с Ездой. Ездра. Ездра – это тот, который возглавил выход евреев в вторую, второй поток реиммиграции или возвращение с Вавилона. Он возглавил Заваев, второй Ездра и Третья Ния. Так вот, Ездра, он был книжник. Книжник. Заваев был священник, был лидером, а Ездра был книжник. Книжник, священник, он был книжник. И именно ему предписывается, что он взял свитки священного писания даже с Вавилона. И мы читаем, что в Вавилоне, допустим, Даниил читал книгу пророка Еремии, то есть, священные писания были в Вавилоне. Если Даниил исчезли по книгам, читал книгу Еремии, значит, там были книги. То есть, если взять с самого начала, Бог дал пяти книжек или десять заповедей Моисея, потом дал все пяти книжек. И написано, что Моисей положил скрижарь, ковчег. Потом он свиток закона положил в скинию. Дальше написано за Иисуса Навина, что он написал или дописал книги закона и положил в скинию. То есть, священные писания у евреев хранились в скинии. Не где-то в каком-то баксе, не где-то у кого-то какого-то судьи или пророка, они находились в скинии. То есть, соответственно, священников было за свитки священного писания. Позже мы читаем в судьи книги Самуила, книги летописи. И вот эти вот книги летописи Самуила приписываются Самуилу, приписываются пророку Гаду и Нафану, потому что они были летописцами или писали историю царей иудейских. И дальше мы уже читали Исайи, Иеремии и поэтические книги. Но окончательно утверждение канона было в 90-м году по Рождестве Христову. То есть, за 500 лет, за 500 лет евреи не добавили ни одной буквы, ни одной строчки к тексту Священного Писания. Около 500 лет они не добавили ничего абсолютно. Именно вот здесь, вот отсюда, по возвращению из Вавилонского плена, когда замолк последний пророк Исааки, Малахи, Захарии, окей, то евреи сказали, что самая большая прогедия не потому, не потому, что у нас пророки умолкли, а Дух Божий покинул Израиль. И не понимали евреи, что когда Бог молчал, священные книги не могли появиться. Ведь Бог молчал, пророка в Израиле не было. Израиле, Агей, Захария, Малахи и последние пророки они ушли. Больше не было пророков. И евреи понимали, что писать, священное писание, нужно иметь особое повеление Господа, особое повеление Господне или же Бога вдохновенность, inspiration. И смотрите, от Ездры до соборов я или по разрушению храма, по сути дела канон оставался незыбливым. Он не добавлялся, не управлялся. Но были спорные моменты у евреев. Были спорные моменты. Спорные. Я уже сказал, что Даниил, находясь в Вавиловском плену, он имел книгу пророка Иеремия. Пророк Иеремия был чуть-чуть старше Даниила. Чуть-чуть. Даниил пошел в плен еще юношей, а Иеремия старцем сидел и видел разрушение Иерусалима. То есть, по сути дела, они жили в одну эпоху, только Иеремия был чуть старше и молодым, Даниил чуть-чуть моложе. И Даниил, когда читал книгу Иеремии пророка, у него не было вопросов. Это Бог говорил или не Бог говорил? Это Иеремия сам начинал, насочнял или Бог ему дал? Помните, Яким сжег книгу пророка Иеремии? Помните, Бог дал восстановление книги пророка Иеремии? И вот это попало не в людей, а в Вавилоне оказалась книга пророка Иеремии. Написано, и Даниил исчислил по книгам пророка Иеремии, что 70 дней написано, исполнилось пленом. Слово написано, как написано, часто цитируется в других книгах Священного Писания. Например, Барри поминал Иеремии, Иеремии, цитируют другие книги, ссылаясь, так написано, даят им авторитет. Когда выбирали именно книги, именно смотрели на книги, вот признавать их Бога духовновенными или не признавать, ведь была масса книг, евреи писали много, много, было всяких и лже-пророков, были всякие лже-учителя, были всякие такие секты среди евреев, и как признать, какие книги признать священные? Бог определился, если пророк говорит именем Моим, и оно не исполняется, это ложный пророк, его победит Аминя, если пророк говорит именем Моим, и исполняется, а потом говорить, будем служить иным богам, побить камнями, это не истинно, то есть Бог дал какие-то определенные критерии к пророкам Ветхого Завета, естественно, и к Новому Завету, и Бог имел ввиду какие-то критерии по отношению книгам Священного Писания, и в первую очередь это духовное качество книги, или содержание, именно что было написано, что было написано, что написано, содержание, представим себе, что ну, где-то вы на Гудвиле купили драгоценный камень, или вам по наследству доставили шкатулка и там какие-то что-то наподобие бриллиантов и вы решили пройти коин коин или как это называется чтобы сделать ювелированный магазин и определить ценность вашей находки вы пришли к ювелиру и берет свои приспособления и смотрит на эти камешки, которые вы обладаете и он смотрит внимательно и говорит молодой человек fake garbage это пластмасса посмотрел это fake стекло вау посмотри какая гранка посмотри какая прозрачность посмотри какая туманность посмотри какой камень вау это бриллиант скажите ювелир сам сделал бриллиант бриллиантов из стекла из пластмасс или он признал бриллиант бриллианта и он признал стекло стеклом и пластмасс пластмасс что он сделал признал он не наделил какой-то fake авторитетом бриллианта он его признал и вот весь суть канонизации экономичности не наделить книгу авторитетом которой она не обладает а признать этот авторитет, увидеть эту богодухновенность в этой книге. Ну, конечно же, люди смотрят по разному. Первое – это духовное качество. Второе, можно сказать, это решение евреев. Решение евреев – это в Явне, собор, после разрушения храма. Янафан, Янахан, один из священников евросоюзского храма, он убедил Тита Беспасиана, Беспасиана и Тита, сделать школу родинов в Галилее. И они это сделали, и там не был собор, и они признали окончательно вот эти книги Ветхого Завета с Бытие до Малахии. Конечно же, самые большие споры велись насчет книги Исфирь. Книга Исфирь была спорная не только в христианской церкви, но и среди евреев. Евреи не совсем признавали книгу Исфирь. Знаете почему? Там ни разу не упоминается имя Господа. Не только один раз. Те программы W, Y, H, W, H, Яхве, Господь, Адонай, Бог, Сидержитель, Создатель – нет этого слова. Нет. А в русском переводе вставлено есть «отнял Господь сон у Артарксеркса», но это вставлено переводчиком. А в оригинале там и отнялся сон у Артарксеркса. Отнялся. Пасипус. Кроме этого, евреев очень трудно проглотить мораль этой книги. Как, девушка, для любой еврейской девушки быть позор и смерти подобно быть в горении языческого царя? Вы понимаете, да? Для любой еврейской девушки это позор и смерти подобно быть в горении языческого царя. И Бог вдруг выбирает именно эту девушку и женщину, чтобы нас послали из Израиля. Вот для некоторых это была мораль очень трудная. Итак, имя Господа не упоминалось, и мораль не приемлема для многих артных замок евреев. Не приемлема. Просто из христианской позиции мораль. Мы не обсуждаем мораль и сил. Так, Изфирь. А что еще можно сказать? Что книга Изфирь, почему же все-таки они ее признали? И евреев, и христианская церковь признала Бога на мере книги Изфирь. Прежде всего, что хотя имя Господа не упоминается, но Божья рука и Божье провидение и Божий план от начала книги до конца книги. Мы видим Божье определение от начала книги до конца книги. Мы не видим упоминание имя Господа, но Божью руку, Божье присутствие мы видим на странице книги. Книга Изфирь – это больше десяти лет. Мы читаем ее на одном ходу, как будто за одну неделю все произошло. А события описываются около десяти лет, происходящие в книге Изфирь. То же самое и евреями, и некоторыми христианами, и некоторые евреями Александрии признавались апокрифами. Апокрифами и также некоторыми христианами и церквами, включая православные и хитрические, признавались апокрифами. Христос слался на коронические книги в Новом Завете, в Гердхозавете. Иисус и ученики цитируют канонические книги. Иисус никогда не цитировал Иисуса Сына Серапа, Иисус никогда не цитировал Макарейские книги, Иисус никогда не упоминал за Юнтиф, никогда не говорил за Сусану, никогда не говорил за пророчество Варуха, послание Иеремии, он не говорил о премудростях Соломона, он не говорил за Юнтиф, не говорил за Дафит, ни разу не упоминал Ивануанс этих книг. Например, он сказал, что сбудется враченное пророком сказанное Даниилом, и он цитирует Даниилом, он говорит, подобно Лоту, он цитирует бытие, Иисус говорил, не хлебом единым, он цитирует второзаконие, как написано, что читаете обо мне, Давид сказал, он цитирует Давида, Иисус, но Иисус ни разу не процитировал апокрифы, ни разу. Эти книги тоже не цитируются, и Сирии, и Христиас, «Песни-песни» Ниемия, Абнина, Усафония, из них Ниемия тоже очень интересна, потому что Ниемия не упоминается нигде ни в Ветхам, ни в Новом Завете, только одно упоминаю книги Ниемии. Есть вот эти вот три места, которые очень спорные, из них одно, наиболее спорное, это Иуда, книга, книга, послание Иуды. Давайте откроем послание Иуды. Послание Иуды. Послание Иуды. Четырнадцатый стих. О них пророчествовал и Енох, седьмое Тадама, говоря, «Се идет Господь с тьмами святыми англов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Итак, здесь Иуда цитирует книгу Еноха, первую книгу Еноха, первую главу, девятый стих. Это значит, что вся книга пророка Еноха подгрупновена. Not really. Еще раз. Здесь апостол Павел говорит, что Иоанн и Иоанн противились Моисея. Имя Иоанн и Иоанн – это жрецы египетские. Они известны только с документа Дамаска. Это еще один опокрив. Это цитируется к книге Макальфейской, да? Референс есть. Значит ли это, что апостолы дают им авторитет? Not really. Смотрите. Из них же самих, он говорит о кретянах, Из них же самих, стихотворец сказал, «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые, свидетельство это супередливо». Этим словами апостол Павел говорил, что Бог наполнил Духом Святым одного из языческих поэтов Крита, Иоанн под Божьим вдохновением написал эти слова. Иоанн придает ему авторитет канона и богу духовно верности. Но он говорит, что его слова справедливы. Да, это кретяне, и сам их не поэт, сам же о них говорит. Они не очень хорошие люди. И это правда. То же самое и здесь. Иуда цитирует книгу пророка Еноха, он не дает ей авторитет каноничности, хотя он ее и цитирует. Апостол Павел неоднократно цитировал поэтов, он находился и спорил с философами, он цитировал другие книги, даже не Ветхого и Нового Завета. Тем не менее, он не дает им авторитет в божественности. Откуда взялись апокрифы? Апокрифы взяли из одной такой книги, которая называется Септулоген, или Септулоген, перевод 70. Приблизительно где-то 2-3 век до нашей эры Толемей, это греческий правитель Египта, он попросил первосвященника из Израиля, из Херусалима, чтобы он прислал переводчиков, и они перевели Тенах и Витору на греческий язык. В то же самое время и евреи попросили, потому что со времен Евреи, в Александрии или в Египте была самая большая диаспора евреев. Когда евреи вернулись с Вавилона, евреев больше было в Египте, чем в Вавилоне. Евреи всегда были в Египте, со временем Иеремии, еще до плена Вавилонского. И евреи строили синагоги, после Вавилона они строили синагоги и в Египте. И кроме того, было время, когда в Израиле было 3 храма. 3 храма. Был храм Заравалия в Юрусалиме, был храм Самарян на горе Геразим, и был храм в Александрии евреев. Это был такой очень короткий, такой уникальный промежуток времени, когда у евреев было 3 храма. И все 2 были разрушены. И в Александрии, и в Геразим, Самарянский храм был разрушен, и в старое время был разрушен Иерусалимский храм. Так вот, евреи, находясь в Египте, они переменяли греческую культуру, греческий язык. И они уже не говорили по евриту. Евреи, которые жили в Агалоне, они тоже забыли за 70 лет еврит. По сути дела, вернувшись из Завелонского плена, евреи не смогли восстановить еврит. Они забыли еврит, они приняли арамейский язык и говорили на арамейском языке. И поэтому Христос, когда родился, он говорил на арамейском языке, на лифакуме, или лама савахвани, савахвани, юкрафа, это все слова арамейские. Но в синагогах читали евреи, и его мало кто понимал. А говорили все на арамейском языке. Значит, именно здесь в Септуодже появляется греческий текст апокрифов. Греческий текст апокрифов, которого нету в еврейском тексте. Ни одной книги апокрифы нету на еврейском языке. Они подняются только на греческом. Говорят, что они были переведены, но нет ни одной строчки еврейских текстов этих книг. Иисус Христос, наверное, самая распространенная, самая популярная книга, особенно среди славян. Она очень близка к книге Притч. Есть масса хороших текстов, очень много хороших текстов. Сын мой, когда приступает служить Господу, приготовил свое искушение, приготовил свое движение, Бог потерпел, потому что Бог был уводнен Господу, с медицинами или уничижения. Это книга Серафа. Очень хорошие стихи, фразы. Но, почитайте. Книга Серафа. Итак, прошу вас читать эту книгу благосклонно и внимательно. И имейте снисхождение, потому что в некоторых местах мы погрешили. Он бы сказал, в каких местах они погрешили. Погрешили. Когда слово погрешили, найдется warning, говорить. Сам текст этого стиха в самом начале книги говорится something different, что-то другое. Потому что все, что говорится в книгах, канонических, говорится, и сказал Господь. Не убав, не прибав, не извини, упаси Господь, добавить, прибавить, изменить, нарушить. Здесь говорится мы, мы читайте снисходительно. То есть, снисходительно. Мы погрешили. Следующее, Макарейское. Я хочу здесь слово, как в конце книги Макарейской. Если я сложил его хорошо, и творительно, то всего я и желал. А если слабо и посредственно, то я сделал то, что было бы сила моей. Вот это звучит Божьим авторитетом. Вот это звучит так, говорит Господь. Ни черта, ни илода, не пройдет. Но, вот, вот, сам текст говорит по себе, что что-то, что-то не обладает таким авторитетом. Он говорит, если хорошо, удовлетворительно, то есть, пора открыть. Это хорошо. Но если я на два написал, то есть, D и F, то я сделал то, что я мог. А если я написал C and B минус, это что-то я хочу. Он не претендует на A+. Все книги, экономические книги претендуют на A+. Книги, я помню, не претендуют на A+. C минус like this, да? Если я сделал то, в принципе, то, что я хотел. Окей. Апокрифы. Какие же эти книги? Традит и удив, премудрости, Соломон, Асирах, Варух, Добавление, Даниил, 13-14 глава, Молитва, Маннаси, Первая, Вторая, Макобейская, есть еще Третья, Четвертая, Добавление к Ереме, Добавление к Есфири, Вторая, Третья, Есть еще и четвертая книга, Язры, Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Язры, Пробит, Юдив, Вставка книгу Есфирь, потому что там молитва ее причисляется, потому что там и должно упоминаться имя Господа, и эта вставка сделана на греческом языке, Сирахва, потом Варух, песни, когда Сидрах, Мисаха, Евгенага просили в Омину печь, то апокрифы цитируют ихнюю песню на греческом языке, потом Сусана, да, да, Сусана, 13 глава, и рассказ за Даниила, 14 глава книги Даниила, Манасия, Первая, Вторая, Макобейская. Еще один очень спорный текст, Второй книги Макобейской, изговорится в одной битве евреев с сирийцами, евреи всегда побеждали, но вдруг они потерпели очень много боевых евреев, и написано, что сделал сбор по числу мужей до двух тысяч трак, серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо, и благочинно помышлял о воскресении, ибо если он не надеялся, что павший в сражении воскресен, то излишне напрасно было бы молиться о мертвых, но он помышлял, что встречавшихся в благочестии готов на превосходная награда, какая святая долеча сила мысль, посему принес за умерших, умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. Христианская и евангельская церковь, как и все артодексальные евреи, не верят в приношение жертв после смерти. Нельзя искупить грех после смерти человека. Именно здесь говорится, что были принесены жертвы за идолопоклонство. А вообще-то за идолопоклонство закон не предусматривал никаких жертв, побивать камнями. По закону. И здесь говорится, что они алины были идолы, и он принес за них жертвы, чтобы они, как они, разрешаться от грехов, и им, чтобы была уготована превосходная награда. То есть отсюда берется за упокой в православной католической церкви. Нет других текстов Библии, Ветхового Нового Завета, никаких текстов, кроме этого, апокрифы. Поэтому православная католическая церковь очень сражается за апокрифы, именно за эти книги, чтобы дать авторитет молитвы за упокой и честилище. Продолжение следует... Примирение. И готовя много ошибок в книге Тории, исчислениях, в именах, прям в книге есть противоречия друг другу. Итак, еврейский канон – это закон пророки писания. Там не было апокрифов. Закон пророки, к ним относился Иисус, нами суть и соумил царств. Почему? Потому что писали пророки, да? Иисус Навин и Самуил признавался пророком. Современный канон мы читаем закон, исторические, поэтические, большие и малые пророки. Если вы посмотрите 5-12, 5-5-12, весь Светский Завет вы можете выучить на одной руке вашей, на пальцах, на пяти пальцах вашей руки. Закон – 5 книг, исторические книги, 12 книг, начиная от Иисуса Навина и кончая Милене. Дальше поэтические книги, это поэтические псалмы, притчи, Крисиаз, песни-песни Иова. И потом 12 малых оси, это большие, 5 больших, Исаия на нее, и малые 12 от монахи, от оси до монахи, я извиняюсь. 5-12, и 5-12. 5-12, и 5-12. Зная только 2 цифры, 5-12, вы можете знать, есть Верний Завет. Иисус говорил, должно исполниться сказа и во мне, обо мне в законе, пророка, и в самах, или в Писании. Он не говорил сказа и во мне в апоклипах, потому что в апоклипах, о Мессии ничего не сказано. Еще один текст. Иисус ссылается на Верний Завет еврейский. Он говорит, кровь, пролитая от Алия, книга Бытие, до Захарии, паралепаминон. Еврейский канон заканчивается не на Малахии, а на паралепаминон. В еврейском тексте Вернего Завета не 39 книг, а 22. Почему? Это те же самые книги. А потому что 12 малых пророков, у них одна книга. Одна книга. Книги царств, одна книга. Редописи, одна книга. Один свитер. И поэтому у них 22, не 39, а 23 книги. Они считаются. У них пророк начинается не Исаия, а Ерея. И Ерея несколько глав, чуть переставленный на советском тексте. А так, в принципе, нет других, никаких отличительных сторон от нашего канона. Но именно наше разделение книги, книга царств, книга летописей, 12 книг малых пророков, это все берется от Septuagint. Septuagint. Septuagint, или 70, если вы встречаете вот эту цифру латинскую, L-10-10, или 50-10-10, это означает 70, это означает перевод 70. Перевод 70 очень хороший. В каком плане? Особенно Тора. Эти книжки переведены очень, очень, очень хорошо. В некоторых текстах Ветного Завета спорные переводы, поэтому переводчики возвращаются к Septuagint, потому что еврейский текст, массоветский текст не настолько ясен и пользуются даже Septuagint для ясности текстов. И синодальный перевод одной из первых могословов был Septuagint, Ветного Завета, кроме массоветского текста. Окей. Иосиф Али в современии Христа и даже не Христа, а разрушения храма, он первый, кто сказал, что все книги после Персидского Царя как сердца не канонические. Филон, философ в Александрии еврейский тоже сказал, все книги написаны в Александрии еврейские не канонические. Так Иисус признавал закон пророки Писания, он не признавал апокрифы. Один из самых сильных текстов, который говорит, что канон Ветного Завета мы ориентируемся по евреям. Во-первых, в Ветхом Завете более 300 цитат Нового Завета, в Новом Завете более 300 цитат Ветхого Завета и не цитируются апокрифы, раз, Иисус их не цитировал, два, третье, их нет на еврейском языке, они появились в период Божьего молчания, и еще один текст, им верено Божье Слово. Кому им? Евреям. Евреям. Не грекам, не украинцам, не американцам, не немцам, а евреям. Верено Слово Божьем. Именно текст Ветхого Завета мы наследовали от евреев, и поэтому каноны Ветхого Завета мы наследовали от евреев. Апокриф означает спрятанный, секретный, именно авторство некоторых книг непонятно, кто такой Товий, кто такой, кто он, кто он, кто такой Иисус Сенсерахва, кто он на самом деле? I know. Товид, кто он? Пророк? No. Иисус Сенсерах, пророк? No. Левит? Нет. Их происхождение тайное в период Божьего молчания, авторство тайное. Потом в период Божьего молчания они были написаны. Написаны только известные в Египте, в Александрии, и только в греческом переводе. Евреи Палестины не признали апокрифы никогда. И только собор в Тренте в 1946 году контрреформация признал 11 из 15 книг второэкономическими католической церкви. Многие церкви не считали их политическими. Итак, только в 1546 году 11 из 15 армонексальных церквей книг 11 признали на реческой церкви. Причем в этом соборе был указ такой, все, кто не признает апокрифы богу тупновенными анафрифами, вечная анафрифа. Но во Флоренции наоборот отвергли апокрифы. 39 книг только признали, апокрифы отвергли. Еще раз, в 1442 Флоренции признает 39 книг. В 1546 признает 46 книг. Наши отношения, евангельские отношения в наших христианских церквей, это включается и гоктистов, и пейсящиков, и просветриане, и методисты, и минониты, и евангельские христиане, амельканская церковь, ирископальная церковь, харизматическая церковь, адвентинская церковь, все согласны со словами Мартына Людера. Эти книги не понимаются как священное писание, но полезные и добрые для чтения. То есть, апокрифы и Геткого Завета, они полезные и добрые для чтения. Среди них, конечно же, полезные, особенно считается Иисусом Сына Серафа, очень хорошая книга. Потом, книга Макавейская, книга Макавейская, первая книга Макавейская, она признана евреями как историческая книга. Не как Богдан Наверное, а как историческая. Ведь праздник Ханука возникла при Макавеях. Христос в 10 главе Иоанна написано, был на празднике Ханука в Иерусалиме, и был праздник Ханука, и Иисус был в храме. То есть, зажигал ли он свечи, правый был Иес. Написано, был праздник обновления, или праздник света, или праздник Хануки, и Христос был в храме, и была зима. 10 глава Иоанна. Пурин. О, евреи любят Пурин. Самый веселый праздник, самый радостный праздник в март месяц. Ханука это декабрь месяц. Именно книги, или праздники Пурин и Ханука возникли из этих книг. Одна из феи, Пурин, Ханука из Макавинска. Евреи любят праздники, и эти книги они признают, ну, Макавинска, только историческую признают. Я помню, я проповедовал давно еще в нашей церкви и говорил за праздник обновления. Он читал Евангелие от Иоанна за Иисуса, как он был праздником в храме, праздником обновления. И я сказал так, что это событие восстановления храма, очищения храма, рассказ за Семисевечник, за освящение храма, из жертвенника написан книги Макавинска. Мы, как и евреи, произведем ее историческую, но не будут праздник. После собрания ко мне подошли пару человек в нашей церкви. Мне говорят, как ты смел назвать Макавинска не был праздник. Я говорю, а что случилось? Как ты смел? Ведь эти же книги могут праздник. Я говорю, а на каком основании вы называете их праздник? У нас всегда в церкви читали. Я говорю, у нас не читали. У нас не проповедуют свои, а сапог. Они говорят, у нас проповедуют. Я говорю, подождите, у нас в учении нашего братства апокрифы не признаются. Я уже ссылаюсь на братство, хотя летят это дело, но уже авторитет братства берут. Я говорю, но мы молились, и нам Господь сказал. Я говорю, как мы молились? А вот так. Мы молились пред Господом и говорили, Господь, это ты нам дал книгу Макавейска. Мы тайной нужной стали. И было пророчество. Да, дети мои, эта книга от меня. Я говорю, окей. А еще за другую книгу мы молились. Ну и за другие апокрифы мы тоже молились, и Бог сказал, это от меня. Я говорю, а за книгу пророка Исаева тоже спрашивают? Ну, на всякий случай. Надо перепроверить, вдруг Исаев ошибся, тут нужно там корректировать, а вдруг Ирина ошибся, а вдруг Моисей ошибся. Я говорю, понимаете, что у вас вы ходите на голове, а не на ногах. Ведь вернейшее пророческое слово вот это, а не пророчество, не видение. Пророчество видения проверяется писанием, а не писание проверяется пророчеством видения. Ведь Библия, стандарт, это канон, это линейка, которая измеряет пророчество, измеряет нашу жизнь, нашу веру, наши стандарты, наши правила, наши уставы, писание, а не пророчество, не видение, не откровение. Понимаете, какая сложность возникает в некоторых писяческих церквей, когда Библия начинается проверяться через откровение, это грань с ересью. Это очень, очень опасное положение. Когда мы поднимаем пророчество, видение, откровение выше писания. Никак нет. Писание это мерило, это канон, это измерительное линейка. Закон, исторические книги, поэтические книги и большие малые пророки. Можно просто написать закон, пятие о законе тире, исторические книги, Суснавин тире и Сфиги, поэтические книги, Псалмы тире и Илова, большие пророки, Исайя тире и Даниил. Малые пророки это все двенадцать от Осии до Малахи. Пять, двенадцать, пять, пять, двенадцать. Окей, у нас минут, мы идем дальше. Значит, закон бытия о законе, исторические книги, Иисус тире, поэтические псалмы Илова, большие пророки, Исайя тире и Даниил и малые пророки, это так же, у Сиазаха, монахи. Хорошо, мы перейдем к канону Нового Завета. Мы немножко коснулись канона Ветхого Завета и мы сказали, что в принципе канон был окончательно принят, установлен еще приездом. Каждая написана книга, и время со временем признавалась в уроке на Вене. Иногда это делалось какое-то время, иногда это делалось чуть дольше, но исходя из Даниила и Еремии, мы видим, что это не было столетия, не было столетия. И вообще вот вопрос канона Ветхого Завета, вот мы в основном сталкиваемся именно с апокрифами. Вот тут сложный вопрос, апокрифы. И книга из Фир, и еще одна книга, которая не упоминает Дня Господа Ветхого Завета. Вот он вспомнит. И еще одна книга Ветхого Завета, которая не упоминает со словом Господь, Бог Всемогущий, Вечный, Святой, Верный, Иерогов, Адонай, Эл-Архи, Эл-Шкир-Йон. Песни песней, песни песней прочитайте ни разу не упоминает себя Господу. Ну, не значит, что она не благодает. Некоторые читают даже в евангельских церквах, зачем эту книгу поставили в Библию. Ну, понятно, там, голубицы уподоблю тебе, понятно, но, кобылица, попробуй назови цепью кобылицей, да, или невесту свою назови кобылицей, то, наверное, попрощаешься с ней, да, а вот, а вот, в те времена именно кобылица или лошадь означалась вершина Грации. Вьюги, вьюги, именно красота лошади, понимаете, у нас смышления меняются, например, когда Бог говорил через Иаково 13 коленов, да, Он по почти многих кого назвал Аспидом, кого волком назвал, кого назвал Львом, да, Аспидом, подождите, по большим назвал, Исахар, осел крепкий, осел, ты как осел, в нашем понимании осел упорный, упёртый, непокорный, а в юрейском понимании осел это трудолюбивый, это прилежный, это старательный, осел это значит трудолюбивый, другим словом, я говорю, ты, вот Паша, как волк, да, уникнем волк, это не очень хорошая черта, а осел хорошая черта, тут каждый народ имеет свое образы, символы, поэтому, когда мы смотрим осел, Исахар осел, хабблицу уподоблю, вау, ты что, да, вот для евреев, мы не читаем библию еврейскими глазами, это правда, это правда, мы читаем ее нашими славянскими глазами, и это не плохо, но иногда мы нужны что-то такое еврейское на наши глаза, хорошо, мы смотрим Новый Завет, канон Нового Завета, еще раз, первые христиане у наследовали еврейский канон, все ученики были евреев, первая церковь состояла из евреев, у них не возникали вопросов за апокрифы, у них не возникали вопросы за каноны, не возникали, выкрики, они говорили апокрифы, и то есть у них в этом плане дизайн с неба, ложные евангелия, упоминались очень часто, особенно второй, третий, четвертый, пятый, шестой, век, начали появляться разные христианские книги, которые претендовали на божественные, на божественные, но их редко находили, практически не находили, самую большую библиотеку Last Gospels, как их называют, нашли в 1949 Накхамади, это пещера в Южном Египте, там нашли Иван Геофомы, Филиппа, Дианя Петра, 12 апостолов, послание, другое, послание к елипийцам, откровение Павла и их страны. Накхамади, заметьте, это не север Египет, это южный Египет, это южный Египет, желтый цвет, Накхамади, именно там нашли эти разные Last Gospels, как их называют, или Last Books of the Bible. Именно вот в такой пещере нашли, некоторые свитки очень были такие вот поврежденные, другие сохранившиеся, но все эти Евангелии это волк вовечей школе, тут мы немножко об этом поговорим. Смотря на time frame dating всей Евангелии, допустим, смерти Иисуса, Евангелия от Марка отправляется здесь, Матфея здесь, Лука и Иоанн, допустим, всей Евангелии написано в течение первого столетия. Все апостолы ушли в первом столетии, потом появляются Евангелия и Ильича, и Евреев, Евангелия от Филипп, от Петра, от Фомы, от Филиппа, от Макарангима, и Арамская Евангелия, Алинанская Евангелия и так далее, и так далее, аж включая 6 век. То есть, эти Евангелия появились начиная со второй половины второго века. То есть, их никак не мог писать апостол. Например, Евангелия от Фомы. Слушайте внимательно. Некоторые клоус или ссылки. И так, Иоангелия от Фомы. Симон Петр сказал им, пусть Мария, Магдалина, уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни. Иисус сказал, смотрите, я направляю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобно вам, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царство Едесное. Я из Гназпл Фома. Да, только цвет этого Евангелия непонятный. Или розовый, или голубой, или вообще какой-то радужный, непонятный. Иногда в этом Евангелии есть цитаты из Евангелия Матвея Марка Луки Ирана. И эти цитаты разбавлены такими странными заявлениями, очень странными заявлениями, предельно странными, не евангельскими заявлениями, чтобы женщина наследовала Царство Божие, и обязательно нужно стать мужчиной. Евангелия Петра, Евангелия Петра была раньше, Евангелия Петра была найдена в могиле одного монаха. Раскопки делали в одном монастыре, и раскопали могилу монаха, это было в 119 начале 20 века. Именно этот монах сжимал во гробе свиток, книгу. И когда раскопали эту могилу монаха, и раскрыли, это был Евангелие Петра. И в этой Евангелии Петре написано, что Иисус не был во плоти, не чувствовал никакой боли на Христе. Потом рассказ особенный был, это рассказ повествования воинов, свидетелей воскресенья. Что они рассказывают? Когда воскрес Иисус, они увидели, как творилась гробница, и они верили, что из гробницы, из гроба, выходят три человека. Два поддерживают одного посередине, два они были высотой до небес, как ангелы божьи, а тот, кого они верили за руки или под руки, голова превосходила небес. Это рассказ воинов. И дальше, следующий металик. Когда они вышли из гробницы, вдруг из гробницы начал выходить крест Господь. Сам по себе. Особенно здесь тоже идет вот этот животворящий крест Господь. Вы знаете, да, что у православной церкви есть два праздника связанные с Христом Господним. И тоже интересно, как они берутся в этот животворящий крест Господь. И отсюда тоже берется крест следовал из гробницы. Из гробницы. И ванклет Филиппа именно толчок Девинчи Коут Ден Браун послужил именно вот эти слова. Спутница сына это Мария Магдалина. Господь любил Марию больше всех учеников, то есть пропущено, да, и он часто взял ее уста. Он часто взял ее уста. Следующее. Остальные ученики, и я его любящий Марию сказали ему, неужели ты любишь ее более всех нас? Спаситель ответил им, он сказал им, почему ты любишь ее более всех нас? Почему я не люблю я вас как нее? Вот здесь в этом Евангелии от Филиппа, Евангелии от Марии Магдалины, она очень обрывочная, очень несохраненная, здесь говорится, что какие-то отношения как будто были между Христом и Марии Магдалины. Я отсюда тоже брал все последнее искушение Христа в Мувис и книга, что Христос был искушаем Марии Магдалины, потом Дэнбраум развил эту идею, что они были женаты, что они были дети и так далее. Еще одно меня старает ориентировать Филиппа, да? Мария началась Святого Духа. Когда ошибка, а не ошибается, разве и не знают, о чем они говорят? Когда это было, чтобы женщина зачинала или рождала от женщины? Strange. Как вот это выражение. Некоторые говорили, что Мария зачала Духа Святого, они заплуждаются того, что они говорят, они не знают. Когда бывало, женщина зачала от женщины. И он осуждает выражение евангельское, что Мария зачевает Святого Духа. Вот это Earl Christian Райвингс. Здесь все апокрифы ветхого нового завета. Здесь все детсис кроллс, которые известны на сегодняшний день. Если читать русский язык, я не говорю, что все апокрифы плохие. Я говорил о том, что Мартин Лютер смотрел на апокрифы ветхого завета добрых полезных чтений. Но это нельзя сказать о Евангелии Титра, о Евангелии Хриба, о Евангелии Фомы, о Евангелии Никодима, о Евангелии Марии Магдалины, евреев и еванитов. То есть они оцифрованы, они есть там онлайн. The Gifno Grinchy Code на YouTube можете посмотреть или на Twitter.com Gifno Devinci Code это самая основательная критика этой книги Devinci Code именно здесь отсюда берутся апокрифы они утверждаются в этой книге Devinci Code Ben Brown В ответ The Gifno Devinci Code К сожалению это на английском языке я не нашел на русском языке окей Еван говорит Иуде я не буду читать все но здесь выражение такое Иуда был ближе всех Иисус именно он один понял учение Иисуса он понял что Иисус идет на смерть на страдания и он решил помочь Христу искупить человеческий он стал героем он единственный тот который понял тайну пришествия Христа и от Иуды я не знаю кто его писал после его смерти кто-то его написал возносится Иуда и говорится ты станешь тринадцатым будешь кроме остальными ты будешь одолевать их последние дни ты обратишься в иск к святому потомству пойдем я научу тебя о тайном сокровенном которого не видел никто из людей ты превзойдешь и всех ибо человек который носит меня в себе ты принесешь жертву выражение евангелия Иуды очень вообще трудное на понимание очень трудное выражение они бессвязаны часто такие very hard to follow вот это выражение заканчивается ты же превзойдешь и всех ибо человек который носит меня в себе ты принесешь жертву кроме этих евангелий вообще много вообще опоклифов где-то около 80 насчитываются около 18 евангелий апоклифов где-то около 80 нового завета если редкий завет насчитывает 15 то нового завета их 80 85 из них 18 евангелий арабское евангелие детство армянское евангелие детство воскресенье церкви Vale me истории евангелие детство Иакова евангелие в архалме евангелие рождение марии евангелия макдалины детства фомы фомы филиппа и угры истины евреев равнее чем они отличаются очень многое из них посвящены детству Иисуса. Например, в Евангелии детства в арабском арбянском Ифаме написано, что Иисус был очень строг своему миленному отцу Иосифу и часто его доказывало ремнем. В этих ложных Евангелиях написано, что Иисус наказывал своего отца ремнем, воспитывал его. Здесь, в этих Евангелиях Иисус творил чудеса с раннего детства. Он лепил какие-то в берегу, какие-то как птички, они потом взлетались, его рук. Он, если кто его обижал, он сразу же поражал насмерть. И таких был не один раз. Падали мертвых, любой, кто его обижал. И очень такие многие чудеса он творил в своем детстве. Вот в основном это Евангелие детства описывается. Именно Евангелие детства описывается и детство. О чем мало говорят четыре евангелиста. Евангелия Луки, Матвей, Марк, Луга, Матвей, Марк, мало говорят, это Евангелие детства. И как будто бы хотят восполнить пробел какой-то информации. И первое столетие христиан, они жаждали знать больше о Иисусе. И как узнать больше? Вот где прочитать больше о детстве Иисуса. А когда и умер Христос на кресле, три дня он сходил. Где он был? О, прочитайте Ивангелия Петра, он вам расскажет, где он был. то есть пытаясь найти какой-то пользоваться любоприством, эти Евангелия возникали. Следующий такой раздел это мученичество, павла, страсти, история или дьяни, по-другому названию. Дьяния Фавы, Павла, Петра, Династя, Кослов, Дьяния Филиппа, Дьяния Андреев, Дьяния Ана, Дьяния Павла, Дьяния Фальна, Падея, Дьяния Варнавы, Дьяния Пелага, Дьяния, под стиль Дьяния Апостола Павла, Дьяния Святых Апостолов. Под стиль Дьяния Святых Апостолов описывается Дьяния. Очень много посвящено именно Павлу, самое распространенное Дьяния Павла. Например, там пишется, что Иисус, то есть, что апостол Павел благовествовал по дороге одному он встретил льва по дороге к Ефес, вышел ему лев на дорогу. Апостол Павел ему благовестил Евангелие, привел к покаянию, крестил его, и потом, когда в Ефесе он боролся со зверями, и его бросили к рывам, вышел тот крещённый, покаянный, утверрождённый, который вот чем Павла и тронул. И эти все удивились, отпустили Павла из этого римского амфитеатра. И его не казнили. одна из историй таких рассказывается. Очень много пишется за Иар, очень много, что его неоднократно пытались убить, казнить и так далее. Некоторые считают, что это покрытый, легенды, другие считают, что это исторически верный. никто не знает. Беда в том, что очень многие псевдоэпиграфы или подложные Евангелия, подложные послания. Например, послание к Ладе Киеве, ведь апостол Павел написал послание к Ладе Киеве, но оно не сохранилось. И так как оно не сохранилось, то начали писать другие. Третье послание Коринфянам у нас два. Кто-то написал третий. Представьте, здесь церковь Коринфия, вот они получают первое, второе послание Коринфянам, к ним приходят и говорят, через сто лет, оу, у вас только два послания Коринфянам, а мы вам привезли и третье, и четвертое, начитайте, читайте, у вас не все послания, у вас не все Ивангрии, у вас Петра, Иванова, Иванова, у вас Петра нету, оу, мы вам привезли Петра, Фомни нету, мы вам тоже новой Ивангрии принесли, понимаете, церкви начали наводняться ложными, 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 ложными Ивангриями, апокалипсис, кроме посланий появляются апокалипсисы или откровения, откровения Якова, Павла, Петра, Фомни, Степана, еще раз, откровения Павла, мне говорится, что Господь через ангела поднял Павла на Петре неба, а потом опустил его в ад и показал, как гречники мучаются. У него это страшное мучение, что апостол Павел уговорил Христа аду сделать один день аф на сандэй, на сандэй он уговорил его и в аду уже не мучают гречников, все отдыхают, день покоя, как чал. It's like this strange, какое-то чуждая, чуждая неювангельская истина появляется в этих книгах, но некоторые принимали их, некоторые эти книги принимали. Апостол говорит, да ладно, если бы даже мы, или если бы даже ангел с неба стал благовесным то, что мы вам благовесны, это будет нафиг. Вот Габриил пришел к глухамеду, в пещере там, в Медине, в Мерке, иначе ему открывать Коран, не то Евангел, не то благовестие. Явился ангел к Джозеф Смит, в Буках Мормонс, не то Евангел, не то благовестие. Но эти были ангелы не с небес, а с преисподними. Если бы даже это преувеличение, которое исключает, мы не принесем другого Евангелия, апостолы не принесли другого Евангелия, и ангелы Божьи никогда не принесли и не принесут никакого другого Евангелия. Следующее. Не спеши крепаться умом или скучаться ни от Духа, ни от Слова, как бы от Ангелы, ни от посланий, как бы нами послугах. Вот тут тоже скрывает апостол правил проблему как бы нами послугах. То есть в древнем мире очень было распространено писать под чужим именем. Во-первых, древний мир не имел копирайтс. Я уже говорил за Сактуаджит, в Александрийской библиотеке было огромное количество книг. Их копировали каждый день тысячи переписчиков. Но копирайтс. Назвать книгу своим именем в древности был признак гордости, тщеславия, высокомерия. Ты много о себе вниж, ты написал книгу своим именем. Поэтому многие писали скромно. Апостол Павел, апостол Петр. Сочняли, но писали от их имени. Но это не писал ни Петр, ни Павел, ни Иоанн. Окей, мы немножко придем быстрее. Итак, веки заканчивается. Последние слова последних пророков, Аллахи, что Господь посетит свой народ, придет другой, придет в духе силе и легей. Моисей говорит, придет другой пророк его слушать. И Писание говорит, что стало слово, воплотилось слово. Вот это слово, оно должно принести слово, новое, новый завет, новое слово. Приход в Сына Божие, он подразумевал себя, Писание придут. Итак, если Бог, Сын Божий воплотился, то значит придут в Писании Я. Иисус не оставил ничего на земле, ни строчки написано, кроме как писал на земле. Иисус не оставил ничего на бумаге написанного, но Он воплощенное слово. Бог как многообразный говоривший отцам в пророках последний сын Иисус поручил ученикам проповедовать Евангелие, нести Евангелие. Именно ученики начали вести весть Евангелия. Иисус сказал, что Дух Святой напомнит вам все, что Я вам сказал и ведет во всякую истину. Иисус сказал, что Он построит основание церкви на учении апостолов. И все написано на учении Христа и апостолов. Апостолы все послания пишут с властью. Рад и апостол, старец. Вот это слово старец, оно включает в себе авторитет. Не просто дедушка, не просто дедушка, там базарит. А старец, узник, апостол, рак Иисуса Христа. в этих строках каждого послания Нового Совета включается авторитет. Загляд на разгоз прочитать все послания всем святым братьям. Дело в том, что в синагогах читались только Тенах, Тара, Идулин, Иеулин. А в синагогах никогда не читались апокрифы, никогда не читались, новые другие книги. В синагоге открывают только Тору, только пророков и только писаний. И тут христианская церковь, апостол, который ракий, раввин, он вдруг заявляет, причем не заявляет, а делает charge, заклинаю вас к Господу, прочитать все послания всем святым братьям. То есть апостол Павел пишет послание церкви и говорит читайте его церкви. Евреи никогда бы не позволили читать любую книгу в синагоге, она не богодухновенная, не признана богодухновенной, не имеет авторитета священного писания. Апостол, который, конечно же, наследовал ту же самую еврейскую корню, он не мог повелеть читать послание, не зная, что это послание, не будучи уверенным, что это богодухновенно. Причем он говорит заклинаю вас, повелеваю вам. Это не просто мое мнение, это не просто мои мысли, это заклинаю вас Госпудом, прочитайте это послание, это важно, что я пишу, пишу вам заповеди Господни, пишет апостол Павел. Иногда он говорит, а что говорю, говорю не Господь, не я говорю. Понимаете, есть тоже нужно читать, о чем говорит Апостол Павел. Когда это послание будет прочитано у вас, это Колоссян, распорядитель, чтобы оно было прочитано и ладокийской церкви, а то, которое из ладокии прочитайте и вы. То есть, тут вопрос такой возникает, где делось послание к ладокии? Послание колоссянам есть, распорядитель, чтобы оно было прочитано в ладокии, а то, которое в ладокии прочитает и колоссян, но мы не имеем послание к ладокии. В четвертом веке право написали, но это было фейк, это было фейк. Кстати, она есть в Лапухине в Библии, которая была, кто-то знает, в России в 80-е годы нашли, где-то в Тарье староверов, Севилла Лапухина, они были в изоляции около больше 100 лет, полной в изоляции в Тайге одно семейство. И вот у них было тоже послание к ладокии, которая была ложная от 4-я. Не все книги сохранились. Я верю, что апостол Павел писал много, но не все дошло до нас. То, что дошло, то, что сохранило церковь и христианские община, то, что переменование, это значит то, что Бог хотел, чтобы до нас оно дошло. В Ветхом Совете упоминаются книги Брани Господней. Книга Брани Господней, книга Праведника, но их не имеют. Они упоминаются в Ветхом Совете. Они были, но они не дошли. И Евреи их не сохранили, а им верено слово. То есть Божьим проведением Божьим определением некоторые книги евреев не дошли, некоторые послания апостола Павла не дошли. Но то, что дошли, то, что имеет церковь и признала церковь как драгоценность, есть канон. Некоторые говорят, ну, может быть, через две тысячи лет мы все-таки найдем какое-то новое послание апостола Павла. Мой вопрос, а как же церковь существовала две тысячи лет без этого послания? Мы не верим всю истину, даже больше. Или же все-таки некоторые говорят, не против я включить путешествие Пелегрима. Очень хорошая книга. Почему после откровения не печатают путешествие Пелегрима? Хорошая книга, но не будут верны. Почему? Время апостолов ушло. вот время авторитета апостольского ушло. Блажен читающий и слушающий слова пророчества книги сей и соблюдающий во время близко. То есть читай книгу откровения. Блажен читающий и слушающий. Слушающий. То есть книгу откровения читали христианский срклак, а читали только писания. Поколюб наверное. Апостол Павел в послании к Тимофею цитирует Иван Геодрухи и говорит писание говорит wait во время апостола Павла было уже написано Иван Геодрухи и он его цитирует отрывок небольшой он цитирует Иван Геодрухи его нигде нет ни то ни после только Иван Геодрухи вот здесь пишет апостол Павел послание к Тимофею а вот здесь написано в Писании Иван Геодрухи всего лишь несколько лет разделяли эти два сопития и апостол Павел не сомневался в авторитете Иван Геодрухи он говорит писание говорит писание это относится к священному писанию следующее апостол Павел говорит как и возлюбленный брат наш Павел послание Петра по данной ему премудрости написал вам как он говорит об этом во всех посланиях в которых есть нечто неудобопросумнительное что невежды и неутвержденные как собственность своей погибели извращает их и прочее писание смотрите апостол Павел написал как и прочие писания апостол Петр дает авторитет посланиям апостола Павла и называет их писанием писание это слово скрипчера евреи называли только тарах и нах и нефуим только динах только то это только писание то есть Петр не сомневается что то что пишет апостол Павел это писание это не просто его мнение не просто умные фразы вот столько было написано до смерти апостола Петра послания апостола Павла и он говорит назвать их писанием отцы церкви говорили ученики апостолов говорили что у нас нет авторитета апостольского хотя мы их не ученики когда мы слышали сани учения Иисуса из уст апостолов Иоанна или Петра или Павла мы не имею этого авторитета апостольского это признавали апостолы или отцы церкви некоторые считали что церковь установила канон церковь выбирала какие книги признавать какие не признавать позиция к сожалению католической церкви католическая церковь считает что она мать канона считается что церковь стоит над писанием потому что церковь решала что брать что не брать церковь стоит и смотрит сверху писания и взгляд церкви католические православные сверху на писание мы решаем что там быть а что не быть мы решаем какая книга хорошая какая наум мы решаем у нас авторитет выше позиция евангельской церкви наоборот мы считаем вот здесь писание определяет церковь но другие говорят подождите но он же признала церковь признала моему становию это опять же ювелир который признал драгоценный камень драгоценным он выше драгоценного камня никак нет он признал камень драгоценный церковь признала камень драгоценный она не сделала простой камень драгоценностью она признала камень драгоценный поэтому мнение что церковь учредила как церковь установила канон церковь распорядилась каноном ром начать элемент и натипали карпа и устинили не титулером алиген афанасий все и августин джером это касаемые основные сам изначенные из них первые до истина считается апостольский мужей то есть они непосредственно были учениками апостолов иоанна и павла петра начинаю или не титул алиген афанасий все и августин агустин вообще четвертый век мы уже не будем все переписывать пересчитывать отцы церкви их много александрийский примет римский игнатий антихийский иполитарк юстин теркулян 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 именно его принадлежит деление векового музыка до этого ходили книги нового завета на их мнение их их не собирали в новый завет это были его мне это были послание было откровение я не послал церковь сегодня мы на теркулян их собрал и назвал новый завет это новый завет а это старый завет теркулян теркулян кстати и определил троица 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 до этого церковь верила в отца святого духа на само слово троичность именно принадлежит теркулян и новый завет тоже заслуга но сам канон больше будет говорится за августином пять этапов формирования мы не будем все касаться подробно клиниан ученик апостола иоанна он цитирует книги матфея луки тимофея петра не все книги нового завета возможно он не все их имя твоя половина это климент поликарпий игнатий все послания апостола павла и все евангия были известны всем церквам но не были же известные книги послания евреям не всем церквам признавали и откровение не все церквам признавали или не цитирует весь ветки за и новый завет заявляет а его будет верность это вторая половина второго с третьего 170 год и у стиль утверждает 4 евангелия он говорит кстати вот здесь он упоминает за иван год иуды сто десятый год чтобы об этом а его не находили аж до конца девятнадцатого и это очень они хорошо знал предатель это загностиков он только знал истину совершил тайны преданий через него говорит они разрешено все земной и небес они также выдают вынужден историю такого рода называя евангелем иуды или невозможно чтобы нам не было числом большими или меньше чем есть его так как четыре стороны света в котором мы живем четыре главных ветра и церковь расселена по всей семье с истоками истинный утверждение церкви из евангелия в жизни то он лежит и имеет четыре столпа и дальше он цитирует четыре животных книги из егиля четыре животных книги откровения он приписывает марку церковь 100 человека матфейц лицо льва я это это орел высоколетящий и лука это лицо человека тельца вот именно так вот трактует четыре евангелисты и ренеи то есть они были известны а пистическая книга советских времен говорится что евангелия новый совет был составлен и гейском соборе 325 а эти четыре евангелия были утверждены еще до иринея иринея что в этом году уже провозглашает эти четыре евангелия даже говорит что матфей издал евангелия на арамейском потом перевел хотя армейский текст ивангелия до сих пор не найден марк он написал евангелия от петра со слов петры петра он был его переводчиком лука изложил евангелия более проповеданная апостолом павлом евангелиест Иоанн записал то о чем мне говорили первые три первые каноны первый канон был сделан маркиона в 140 году маркион был очень знатным христианином он был служителем ельской церкви он был очень богатым у него был свой флот римский флот был под началом маркиона но он пал в ересь он отверг ветки завет полностью он сказал бог ирого это христокий бог а поэтому бог нового завета любящий бог и все упоминания о бедном завете он убрал поэтому он вверх евангелия от матфея сохранился к евангелия от луки частично и несколько посланий остальные он сказал они не божественные и церковь остала против этого церковь определила но мы должны определиться какие книги божественные какие будут приемли и первый признанный канон был сто семидесятым дело в том что его нашли в пятнадцатом столетии этот рукопись но обрывочный он не полный и начала и конца его нет начало и конца его нет третья книга евангелия это луке вот так начинается а в ряд третьей книги не говоря 1 2 4 главная то есть мы подразумеваем что это матфей и марк дальше он пишет а всем послание апостола павла церквам коринфянам ефесянам филиппийцам колоссянам галатам кислоткийцам кримлянам дальше он говорит что ладыкийцам уже появилась и ложно приписываются павлу в сто десятом году уже было ложное послание к ладыкийцам но оно не дошло нам дошло послание к ладыкийцам четвертого века мы принимаем только апокалипсис иоанна и петра апокалипсис иоанна неизвестно какой парень пастырь ерм но ерм написал пастыря очень его и поэтому его следовало почитать но его нельзя читать людям публично в церкви не среди пророков и мы не принимаем ничего из того что писали те 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 которые составляли новую книгу для маркиона третий век оригин оригин это был просто гений своего времени он сама больше скирует новый завет оригин переписывал главы он самый плодотворный писатель а раннего христианства оригин конечно но некоторые были понимания и евангельские буквально несколько вопросов души но а здесь в третьем веке вопрос стоял откровение посланник евреев именно посланник евреям посланник евреям признавала западная церковь признавала откровение а церкви ассии уже не признавали книги в откровении а восточной церкви признавали посланник евреям а западная церковь не сомневалась четвертом веке и все истории да вот признавали дедах вы и ермы считали будут наверно поэтому в синайском кодексе есть послание варна варна есть еще дедах но все разрешилось именно здесь афанасий это был диакон который был один из самых младшей в никейском соборе никейский собор осудил мистер арианство 325 именно здесь отстоял божественность иисуса афанасий он был диакон в ранней церкви диакон церкви это был главный богослов второй третий четвертый пятый век в христианстве главные богословы церкви были диаконы понимаете да в первом веке диаконы были в основном занимающиеся хозяйственной части позже это были главные богословы кстати диаконы православной церкви это тоже главный богослов я конкурает да вот куркаре в курай в курай в курай на я читаю самый главный богослов православной церкви диакон сам диакон а